добрый день добрый день я рада приветствовать всех кто решил зайти ко мне на канал сегодня я бы хотела рассказать вам о своем опыте использования продуктов элемис вот все что вы видите на столе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и 2 пробничка это все продукты элемис которые у меня были я получила их наверное в течение года или чуть больше или там год и три месяца в разных бьюти боксах в абсолютно разных бьюти боксов от разных сервисов я в конце концов собрала максимально сколько смогла и использовала их единовременно потому что мне хотелось использовать уход комплексно все средства одного бренда который у меня есть использовать комплексно ну примерно так как наверное это было задумано производителем вот ничего покупать я не собиралась ну вот все 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 что ко мне на приходила я вот собрала в кучу и и и помазала что-то у меня закончилась некоторые продукты у меня не закончились в силу определенных особенностей либо моего восприятия либо еще чего-то так ну и давайте наверное я вам покажу все что у меня было и расскажу о том какое же мнение у меня сложилось по поводу марки элемис давайте начнем наверное вот так как эти продукты наносятся на лицо и начнем мы с очищения и в качестве очищения у меня здесь представлены бальзам масло и еще одно масло и так давайте начнем с бальзамом наверное многие видели вот этот бальзам у многих девочек наверняка есть элемис проколаген клинзинг бальму здесь у нас объем 20 грамм вот вы видите что я попользовала его немного здесь такая небольшая ямочка что я могу сказать мне вообще-то этот бальзамчик понравился вот те несколько раз когда его использовала я делала это с удовольствием и в общем то я продолжу использовать этот бальзамчик с удовольствием что мне в нем понравилось во первых мне понравился в нем аромат такой приятный травянистый не очень насыщенный не надоедливый но все равно мне нравится вот такая вот какая-то сухая травянистость но как говорится это ладно это не основной аромат бальзами у него очень мягкая текстура посмотрите его легко зачерпнуть то есть это не твердая такая консистенция вот он легко наносится и также он легко беспроблемно совершенно распределяется по коже вот ну вот все как 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 маслянцем кожа смазана то есть это не и бальзам не твердой консистенции сейчас я все это вытру этот бальзам я использовала как первую ступень очищения на первую ступени ступени очищения я использую тогда когда я наношу либо продукты с spf либо тональные средства на лицо там тональный крем или кушин если у меня на лице нет косметики и нет spf в течение дня то я умываюсь только очищающим гелем или очищающим кремом вот то есть вторая ступень очищения пенки я честно говоря не очень люблю вот ну в течение вот января февраля у меня на лице не часто был не был spf или тональник поэтому и бальзам очки я собственно попользовалась не часто наверное раза три или четыре его немножко надо но мне в нем понравилось все мне в нем понравился запах мне в нем понравилась текстура такая мягкая мне в нем понравился то как он наносится на лицо то как я его ощущаю на своем лице и мне понравилось что он достаточно нормально смывает вот все 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 что необходимо смыть с лица так что этот бальзамчик я оцениваю положительные и продолжу пользоваться им с удовольствием следующий продукт для очищения которые у меня есть это вот такое вот масло ну решенка мега rich cleansing oil здесь у нас объем 50 миллилитров как вы видите и мне это масса честно говоря не понравилось очищающее масло для лица с омега комплексом 50 миллилитров вот видите что здесь она практически полная я его использовал наверное раза полтора что не так вы знаете мне ощущение что я мазюку и по лицу подсолнечное масло не знаю вот серьезно у меня стоит в ванной например гидрофильное масло от хаксли вы знаете от хаксли у меня нет ощущения что я возю кую по лицу подсолнечное масло а здесь вот так ощущение что вот налили в общем не понравилось мне что-то не то не пошло не знаю ни запах не все в комплексе ну пока что мне вот после после полутора и рука не тянется абсолютно к этому маслу совершенно не тянется к нему рука не знаю что-то не то но такие знаете вот сугубо такие индивидуальные ощущения которые даже сложно объяснить потому что вроде бы и про горклом она не пахнет и не сказать чтобы знаете там что-то оставила тонну косметики на лице оставила масло он в принципе это все не сделает не оставит прям все все стопроцентно но вы знаете не идет не лежит душа не тянется рука не нет приятных впечатлений ну вот вот как то так третий продукт для очищения который у меня имеется от марки элемис это такой вот супер food ахаглоу клинзинг бутер тоже очищающее масло и здесь у нас пампкин глоу фасаль в общем здесь написано посмотрите кто хочет прочитать здесь у нас очищающее масло для лица с аха кислотами суперфуд посмотрела я состав нет составе никаких кислот но есть в составе ферменты вот а кислот в составе нет но я читала что там где ферменты там есть какие-то то ли образование кислотные то ли что-то еще в общем я не химик я не технолог но вот в конкретно в составе кислот нету 20 20 миллилитров у нас объем к этому маслу я отношусь уже гораздо более положительно нежели предыдущему посмотрите здесь у нас вот такой вот продуктик видите не жидкий такого цвета цвета тыквы цвета тыквы написано же что с тыквой pumpkin вот такого цвета эти такая у него какая-то кремово-бальзамная текстура тоже разносится по лицу очень легко распределяется совершенно беспроблемно тоже очень комфортно ощущается на лице вот так бальзамчик бальзамчик не нравится нормально очищает кожу я не скажу что есть какой-то глоу эффект я не скажу что есть что-то какой-то эффект от кислот как я уже сказала составе кислоты нету вот но продуктик достаточно приятный вот запах у него такой специфический все-таки есть ним что-то что-то странноватое как легкая про 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 горкловатость вот она я уже где-то наверное ну где-то вот так я уже использовала продукт может быть чуть меньше половины но достаточно ощущение у меня после него комфортные мне нравится текстура мне нравится как она ведет себя на лице мне нравится его использовать ничего неприятного я не вызывала никаких не знаю там последствий неприятных каких-то не знаю стягиваний нету так что вполне комфортно приятный продукт буду пользоваться дальше с удовольствием а потом вот такой продукт я даже не стала мыть баночку это маска от элемис superfood berry boost вот здесь написано что это очищающая маска для лица ягодные мусс superfood и здесь у нас был объем 15 миллилитров я не стала мыть вот эту вот тубу посмотрите она заляпана как будто здесь была глиняная маска ну и в принципе вот эта маска очень похожа на глиняную здесь уже ничего не осталось вот я в принципе все выдавила все что могла 15 миллилитров я использовала три или четыре раза очищающая масочка весьма приятная у нее была такая консистенция среднего по густоте крема в вот в этот крем были намешаны такое ощущение что косточки от ягод в общем что-то такое маска была такого лиловатого лиловато-сизоватого оттенка достаточно приятно пахла вот как каким-то ягодным таким вот флером нормально она вела себя на лице хотя и не не великий любитель глиняных масок но все-таки вот эта масочка оставила по себе приятное воспоминание по крайней мере мне нравилось что лицо после использования этой масочки такое какое-то посвежевшее сияющее эффект 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 был заметен хотя в принципе практически мне кажется после 90 процентов масок будет заметен какой-то эффект потому что вот ну ты наносишь это на лицо потом ты идешь смывать ты пока смываешь вот возюкаешь по лицу я возюкаю по лицу например этим конжаковым спонжиком так что не знаю так так или иначе все равно будет заметен какой-то эффект но масочка была приятная я воспользовалась ей с удовольствием и могу сказать что вот что-то что-то на своем личке замечала такую свежесть большую яркость какой-то красок ничего интересненько так тонер что касается тонера здесь у нас сутинг абрикот тонер calming facial тонер успокаивающий да объем у нас 50 миллилитров вот я переклеила вот эту вот наклеечку на крышечку потому что она находилась на стыке тюбика и крышечки что могу сказать но это конечно не корейский тонер вот здесь написано calming успокаивающий ну наверное да может быть еще раз начну значит это не корейский тонер не корейский тоник и ждать от него увлажнения совершенно не стоит вообще вообще то есть как я понимаю этот продукт является завершающим этапом очищения он подготавливает кожу к дальнейшему уходу к нанесению дальнейших увлажняющих питающих и прочих средств которые вы хотите сегодня использовать вот когда я наносила только этот тонер и когда я не использовала скажем так корейский корейские увлажнение тон 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 и тонеры вот у меня знаете у меня показатели увлажненности кожи сразу падали потому что я вот все равно я практически каждый день вечер и утро я замеряю вот эти вот свои показатели увлажненности кожи чтобы понять как работают эти средства и вот когда я я специально несколько раз наносила только вот этот тонер да и дальше весь основной уход как он был у меня вот без просто без того же корейского тоников знаете сразу показатель вот бабах вниз вот поэтому увлажнение здесь ноль заявляю с полной ответственностью сам по себе тоник ну ничего приятненький такой у него с не знаю косметически непритязательный аромат ничего отталкивающего даже даже вот что-то такое приятное абрикосом совершенно не пахнет как как по мне знаете наносится приятно распределяется приятно никаких нехороших ощущений или последствий он не вызвал с другой стороны хотела бы я приобрести его еще раз полного объеме вы знаете нет я не не совсем понимаю что он делает ну наношу я его и наношу не наношу и вы знаете ничего не происходит вот так что я я не вижу от него действия не вижу от него эффекта я не вижу от него увлажнения например вот так что не знаю тот они как тоник имеем легион нормальный тоник ничем не лучше тысячи других вот таких живут только только сильно дешевле и остались по у нас крема и так значит остался у нас ночной крем вот эти дневные крема я могу сказать что все крема от марки lemis в принципе мне понравились вот ну собственно что такое крема до крема у нас это завершающий этап ухода они у нас запечатывают все что мы нанесли на свое лицо а вот какие-то крема еще плюсы могут немножко наверное увлажнять в принципе вот все эти кремики мне достаточно симпатичны и все эти кремики понравились мне например гораздо больше чем предыдущий крем от с по который у меня был в уходе с по вообще плохое увлажнение очень давал и вообще практически не давал никакого увлажнение и не знаю мне меня у меня кожа с ним прям не очень хороший вот что касается вот этого крема здесь у меня ночной крем про коллаген окси женатинг night cream объем 30 миллилитров приятный аромат приятная текстура вот такой белый крем вымазала я его целиком и полностью наносила на значит удовольствием хорошо ложился хорошо распределялся кожа с ним вполне комфортно себя ощущала вот нормальный крем про коллаген marine крем и про коллаген marine spf тоже дневной это дневной крем это дневность spf вот это дневная закончилась здесь было 15 миллилитров тоже приятный комфортный крем пах примерно так же как вот этот что-то такое яркое сладко сладковато косметическое вот ну на удивление какая-то яркая отдушка у этого крема но неприятных впечатлений опять-таки нет кремик мне был весьма симпатичен опять-таки он хорошо вел себя на лице кожа в течение дня была нормальная кожа не знаете как-то не не скукоживалась не требовала дополнительного увлажнения в общем все было как-то достаточно комфортно и на кожу да нормально наносились дальнейшие продукты косметические меду декоративку если если это требовалось мне а вот что касается вот этого крема то здесь у нас тоже самое про коллаген marine cream spf 30 вот в январе и феврале ну как-то не часто я наносила крем с спф яркого солнца у нас было немного вот сегодня совершенно шикарный потрясающий солнечный день он был вот ну что могу сказать опять-таки комфортный крем я воспользовалась им наверное раза три комфортный крем ничего плохого про него сказать не могу приятный кожа хорошо себя ощущает на этот крем нормально наносится декоративная косметика продукты декоративной косметики комфортно ощущаю себя в течение дня все хорошо крем нормальный вот этот кремик или мисс давайте я вытащу а то здесь все отсвечивает это малявочка такая здесь у нас 4 миллилитра было миниатюрочка элимис ультра смарт про коллаген энвира адаптер дэй крем чуть-чуть другой дневной крем этот крем мне тоже действительно понравился вы знаете мне понравился даже немножко больше чем вот этот чем про коллаген marine крем почему ну наверное потому что он не знаю как-то с ним кожа ощущала себя чуть более увлажненной что ли чуть больше вот как-то вот комфорта было в течение дня у кожи чуть как-то лучше она была чуть более напитанная что ли здесь всего 4 миллилитра мне хватило где-то раза на три вот так вот комфортного нанесения но впечатления были весьма и весьма приятненькие ну и осталось два пробничка один пробничек это вот про коллаген marine крем дневной вот вот этот же так что тот же самый крем ничего про него сказать другого не могу вот и что-то здесь все отсвечивает и вот еще один продукт это элимис пептид на это кавери крем ойл что касательно этого крема масло 2 миллилитра я разбила его на два раза и могу сказать что честно говоря мне как-то не очень комфортно показался этот продукт но может быть здесь было слишком мало по объему крема чтобы я составила такое вменяемое впечатление но вот по первым 2 миллилитра могу сказать что первых похабный запах похабный здесь был запах на мой взгляд во вторых не очень такая текстура приятное что да вот ну масло понятное дело в третьих вы знаете как говорится фиг с ним запахом фиг с ним с с маслом но если бы я видела да что-нибудь но я не видела ничего абсолютно я не поняла в чем смысл и прелесть применения этого продукта еще раз повторяем возможно эффект был бы заметен если бы у меня было например не два миллилитра 22 но у меня было только два и я ничего не могу сказать не поняла вот ничего не увидела вот собственно говоря все что я хотела сказать по поводу использования продуктов элемис могу сказать что в комплексе уход от элемис дает достаточно неплохие результаты вот но еще раз повторяю например одного тонера вот этого вот не хватает совершенно для увлажненности нужно обязательно добавлять нужно обязательно добавлять что-то что будет и работать именно на увлажнение потому что вот еще раз повторяю стоило мне только убрать корейский тонер и вот 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 это все вот посыпалась и у меня как говорится кожа стала совершенно другая сколько у кожи тот же упала упал показатель увлажненности вот так что Вот как-то так У меня, конечно, здесь не хватает промежуточных звеньев Разумеется, я добавляла продукты От других марок Чтобы там сыворотка была какая-то Или эмульсия Или сенс Что-то такое Что-то между тоником и кремом Но еще раз повторяю То же самое Оставить Убрать корейский тоник Все, показатели падают Тут же кожа сохнет Ну что могу сказать Достаточно интересный Достаточно неплохой опыт применения этих продуктов Кожа в нормальном состоянии В приличном состоянии Хотела бы я приобрести Эти продукты еще раз Собственные деньги по полной цене Нет, не хотела Потому что пока что ничего волшебного Совершенно я не увидела Вот продукты есть приятные Есть не очень приятные Но какого-то вот эффекта Ах, я не заметила Не заметила Не вижу пока что смысла Тратить такие значительные Более значительные деньги На что-то подобное Ну вот теперь у меня В использовании Следующий комплекс продуктов Что я насобирала Ну как там Там не то чтобы великий комплекс У меня просто теперь пошли в использовании Все продукты от Бобор Которые я тоже накопила Из разных пьюти-боксов У меня там Дневной крем У меня там Ампулы Вот Так что посмотрим Тонеры остаются Тоники остаются теми же самыми Умывалки у меня Стабильно Всякие стоят И вот и лемис еще остается Достаточно Много умывальных продуктов Вот А вот кремики И Ампулы У меня теперь будут от Бобор Посмотрим Какой будет эффект Вот Ну а я Благодарна вам за внимание Если вам было интересно То я очень рада Если у вас есть вопросы Я постараюсь на них ответить Ну всего хорошего И до свидания